Хорошо, мы подошли очень, а может сегодня нужно замедлиться чуть-чуть. Я думаю, что нужно замедлиться, потому что тема очень, вот седьмая глава, я думаю, она самая длинная в Эклизиасте, да, самая длинная в Коилете, седьмая глава. И я думаю, что самая сложная, точно, да, в ней в седьмой главе, значит, 29 отрывков. Значит, мы дошли до того, что царь Соломон нам сказал открытым текстом, чтобы не были мы слишком праведниками, слишком не умничали, и чтобы не были слишком гречниками, и зачем умирать раньше срока. А потом он нам сказал, что лучше всего это божественная мудрость, лучше всего это божественная мудрость для человека. И если у него есть эта божественная мудрость, то он тогда сможет разобраться, значит, разобраться в жизни и разобраться, где как поступить. Но главным у него был Ират Шамаем, это трепет перед небесами, это как внутренний компас, который упорядочит его мышление. Который, значит, внутренний компас, который упорядочит его мышление и который даст вот это вот такое правильное намерение, правильное направление для всех мыслей. Все, это то, что мы пока бесподним. И дальше он сказал, что нету человека, который был бы цадик-барец. То есть он использует здесь слово человек. Но пока ты человек, у тебя все равно. Ты ночью спишь, тут ты ешь, тут голова как у тебя работает. Думаешь одно, а оно переключает на другое. Ну, то есть человек это такой набор функций. И он говорит, даже если ты цадик, даже если ты праведник, даже если ты прямо стараешься со всех сил, то он говорит, нету человека на земле, который будет делать добро и не согрешит. То есть он где-то все равно как-то, где-то случайно может согрешить. Например, я вам приведу пример. Разбирается в Талмуде вопрос, по какому вообще духовному закону, ну, какая конструкция того, что Айна Ра, злой глаз, может повредить человеку? В чем конструкция? Ну, как это работает? Одно мнение говорит, что так как человек соединен с Богом, каждый человек вот эта лестница в небо, я окова, ангелы поднимаются, ангелы опускаются. А на небе есть очень много разных сил. И человек, который желает другому зла, он как будто бы шлет сигнал в духовный мир. И есть силы, которые там активируются, и которые действительно вредят тому человеку, на кого положили злой глаз. Это первое описание механизма, как оно работает. Второе описание механизма, оно другое. То есть вот, например, человек, хороший очень человек, вообще хороший, прекрасный человек, купил себе новые очки, новые купил себе часы. И он праведник такой, купил себе красивую белую рубашку, шляпу, бороду расчесал красиво так. И, значит, с красивой белой бородой праведник такой, выходит в новой рубашке, в новых часах, выходит он. А сидит там, например, какой-нибудь другой неправедник. И он, значит, сидит и завидует, что, эх, говорит, нет у меня ни очков таких, ни часов, ни рубашки, ни бороды белой у меня тоже нет. Сидит, он прям завидует, и ему, и тому неправеднику, ему очень плохо. Он страдает, искренне страдает от зависти и от зависти. Да, он страдает, ему плохо. Он, значит, теперь этот садик, он же ничего плохого не делал вообще. Он же вообще ничего. Он просто расчесал красиво бороду, надел красивую рубашку, очки, и вышел себе спокойно гулять. Но по факту из-за него человек страдает. Да, это ответственность самого человека. Да, вообще этот садик никак в этом не участвует. Но что получается? Страдание-то есть. То есть вот этот вот Айнара, злой глаз, он бывает на человека как бы действует, потому что из-за того, что он показывает свои какие-то успехи, свои достижения, свои какие-то люди из-за этого страдают. И, ну, по факту, по математике, получается, что он вызывает страдания. То есть это вот это вот легкое объяснение вот этого отрывка, что нету человека на земле праведника, который бы делал только добро, и никак он нигде не согрешил. Грехи же бывают неосознанные грехи. Человек грешит, не знает, что он грешит. То есть, ну, это, тем не менее, это все равно грех. Человек там, например, с закрытыми глазами переходит дорогу на красный свет. Ему, его полиция останавливает, говорит, с ваш штраф. Он говорит, а я не видел красный свет. Я же не видел. Я, ну, совершенно, у меня вот, я с закрытыми глазами иду. Ну, говорят, неважно. Нарушил. Все равно нарушил. Хорошо. Теперь вот, и мы подошли сегодня к тому, что теперь он нам говорит. Аль-Ти-Тен-Ли-Беха, то есть, не давай туда свое сердце. А Шерлоти-Шмай-Тавадеха, Микаля-Леха, чтобы ты не слушал, не слышал, не слушал своего раба или работника, который тебя проклинает. Он говорит, смотри, если ты будешь слушаться, что люди говорят о тебе и вообще, что они говорят, то ты будешь полностью заполнить свою голову, то, что называется злоязычие, лошонара, какие-то негативные высказывания, особенно если мы там СМИ начинаем слушать, читать, просто очерняют один другого, прямо выжимают вот эти вот негативные истории, хейтеры. Это хейтеры, это ненавистники, да. Они там, любой человек, который что-то пишет, к нему приходят хейтеры, да. И царь Саамон, я после того, как это выучил, я всех хейтеров просто блокирую и отключаю. Еще и жалуюсь на них, чтобы они другим людям не вредили. Просто всех хейтеров заблокировать и отключить. Почему? Потому что ты не, ну, зачем тебе нужно впускать в себя яд? Людей ты не исправишь. Они, человек, который, ему все не нравится, он и сам страдает. Ему кто-то по-любому такой же, как он, ответит за тебя и за себя и скажет ему такое, ответит, что мало не покажется, да. Зачем тебе с ним пачкаться? Поэтому царь говорит, что не обращай внимания, то есть убери свое сердце от тех, которые говорят про тебя, чтобы не слышал ты, как твой раб или работник тебя проклинает. И дальше он говорит, но если ты уже услышал, так все равно не обращай внимания. 22 отрывок. И гам помим работ, ядали бэха, что много раз было, знает твое сердце, ашергам ата килальта ахерин, что так же ты, значит, проклинал других. Теперь вот, например, там бывает иногда люди, близкие даже люди поругались. И в гневе, значит, каждый воспитывался, кто-то в консерватории, а кто-то и не в консерватории. И в гневе человека, который воспитывался не в консерватории, и, значит, слышал много неприятных слов от своих родителей, например, или там в школе, то он может в гневе сказать какие-то слова. Второй человек может на это сильно обидеться. Такое бывало, я думаю, у многих. Теперь царь Саламон говорит, не обижайся, слушай, но это пустые слова. В гневе человек, он может сказать все, что угодно, разум, он теряет голову. И чтобы не обижаться, вспомни, как ты сам в гневе проклинал других людей, причем иногда очень близких к тебе, и все. Но ты же так не думаешь по факту. То есть, поэтому он говорит, легче относиться к чужим словам. Легче, изи. Так и ты, изи, да? Кигам помим работ, ядали бэха. Знаешь ты сам, что ты иногда вслух, иногда про себя говорил такие слова. Значит, гамата, тиляльта, ахирим. Что ты тоже проклинал других. Поэтому лучше не слушать. Но если ты уже услышал, так, ну не, как сказать, не цепляйся. Значит, не цепляйся. Давайте, как это? Что ты тоже других людей говорил много раз плохого. Что ты вообще ждешь, что другие будут лучше, чем ты. Вот, тоже когда-то мне это сильно помогло, потому что раньше я прям за слова цеплялся. Хотя сам иногда мог сказать тоже не... Ну, я тоже не в консерватории воспитывался. Перестал полностью сам говорить плохие слова. И перестал их слушать от других. Потому что, когда ты сам у себя это убираешь, изнутри по-настоящему убираешь. И когда ты говоришь, как Равыцкак Зильбер, он говорил, когда, ну там говорил, ну Равыцкак, скажите. Ну, это же просто он негодяй такой, этот человек. Он говорит, нет, говорит, он не слишком большой праведник. Вот так он назвал людей, которые были, ну прям вообще уже там печати негде ставить. Он говорит, он, да, он не слишком большой праведник, этот человек. Не слишком большой царик. Можно же так сказать? Можно. Дальше царь сам, он говорит, все, это мы убрали от себя, значит, негатив убрали от себя. Теперь он говорит 23-й отрывок. Коль занесите бы хохмат. Он говорит, все это время я испытывал, значит, мудростью. Да, то есть он же был мудрейший из людей. Ему Бог открыл, открыл ему понимающее сердце. То есть он был, ну, невероятной гениальности, человек самый мудрый из всех людей. И он говорит, все это я, то, что вам рассказываю, я это все испытывал. Несите это, как делал испытания. Проверял, тестировал и так далее. Несите бы хохмат. Говорил я себе, вот я сейчас, ах, кома, это я буду сейчас, постигну мудрость, ну, полностью. И он говорит в заключении, вы и рахахами мене. Он говорит, но она все равно осталась такой же далекой от меня. Именно, как бы, божественная мудрость. Вот многие спрашивают, а что люди учатся? Хочу понять полностью, как там работают все процессоры, как работают все там внутри. Он же еще это состоит, этот компьютер. Я, например, понятия не имею, из чего он внутри состоит. Кто-то сидит и говорит, а я хочу понять, именно вот программирование, да? Какая там операционная система. Вот я хочу разобрать эту операционную систему, Apple, да, и как бы понять, вот, iOS этот, вот, как он работает, да? Так вот, каббалисты, они хотят понять Творца Мироздания, как он сотворял Мироздания и как он им управляет. Царь самому говорит, ну, когда я пытался постигнуть вот эти вот далекие вещи, они удалялись от меня еще больше. Потому что, ну, ограниченным разумом невозможно постигнуть безграничного Творца. Рахок Маша Ая. Это далеко-далеко то, что было. Вэамок Амок Ми Имцена. Он говорит, это глубоко-глубоко, кто это найдет? Он говорит, ну, кто это найдет, кто поймет? Он говорит, даже я, вот, пытаясь заглянуть вот в эти вот дали, знаете, что было до сотворения мира, а как Бог сотворял, а как работают все вот эти вот миры, есть четыре мира и есть десять вот этих вот сферот в каждом мире. И там, ну, он говорит, вообще непонятно. Он говорит, кто найдет это? Тогда он говорит, сабати ани леби. Значит, я повернул тогда свое сердце. Лидат вэлятур убакэш хахма вэхишбон. Он говорит, тогда я повернул свое сердце и начал я, значит, использовать хахма вэхишбон. Начал я просчитывать просто свои действия. То есть, как бы, смысл-то, все равно человек находится в этом мире. У него есть время от рассвета до заката, от проснулся до заснул каждый день. И вот это время, которое он проводит в этом материальном мире, оно нужно использовать максимально эффективно. Что надо успеть сделать? Нужно быть здоровым, быть счастливым, значит, жить в безопасности и набираться ежедневно духовной силы для вечности, в которой мы и узнаем без ограничений тела. Мы узнаем уже тогда, как там работает мир, потому что душа дальше идет. Те, кто удостоится попасть в духовный мир, они дальше будут постигать сияние Всевышнего, как царь Давид, он говорил, Ахат Шалки Мет Ашем, Я просил у Бога, Коля Мэй Хаянь, все дни жизни моей, Каку? Лихазот Бену Амашем, то есть, наблюдать за приятностью сияния Всевышнего, Улевакэр Бэй Хало, и путешествовать по его дворцам. Так, после того, как душа выходит из тела, из этого мира, чем заниматься вечность? Как раз наслаждаться сиянием Всевышнего и путешествовать по его дворцам, по всем этим мирам. Так, царь Самон говорит, это потом, а сейчас, что я повернул свое сердце, пока я здесь, значит, начал я исследовать и использовать мудрость и хижбон. Хижбон – это расчет. Начал я осознавать и оценивать каждое свое действие. И хотел я лидат, рэша, кэсэль, васяклут, олилут. И начал я искать, в чем корень всех, значит, злодейства, глупости, обесценивания и дурости. То есть, все разные оттенки. Он говорит, я начал искать корень, чего опасаться, где корень всего плохого, что есть в жизни. И сейчас неожиданный ответ. Корень, сейчас мы узнаем, какой корень. Корень, он говорит, такой. Значит, опять же, здесь, если мы читаем только Коэлит с привязки к притчам, тогда становится немного непонятно. Ну вот, слава Богу, что мы прошли Мишлей притчи, и сейчас учим экклезиаст, и они вместе, эти же книги, они дают, как бы, они соединяются одна с другой. Коэлит – это общий взгляд, а Мишлей притчи – это уже детальный взгляд, как жить в этом мире. В общем, он говорит, корень всего плохого, что есть в жизни, книга эта обращается, царь Самон обращался в основном к мужчинам, потому что мужчины учили Тору. Он говорит так, у муце они марми мавет. Нашел я что-то, что горче, чем смерть. Горче смерти. Что такое марми мавет? Это Иша – женщина. Ашер-и мецудим в хоромим, что она как ловушка, она создает ловушки, и она как бы, ну, хоромим – это как цепляет она, либо сердце мужчины, то есть она завладеет, женщина, она как бы владеет сердцем мужчины. А Сурим-и-я-де, если эта женщина, она неправильного подхода, да, к жизни, нет у нее трепета перед Богом, нет святости, нет у нее Торы, какая женщина правильная, он пишет в Мишле, в конце 31 глава, «Эшет-хайль-миемца», кто найдет доблестную жену, в Ирахок-мипнини-михра. Это ее цена, говорит, выше, чем самые большие драгоценности. А вот он говорит, если попадается тебе плохая женщина, то, говорит, лучше всего, «Томлифне-элаим и малет-мимена», лучше всего перед Всесильным убежать от нее, «Вехутэ-эла-кет-ба», и грешник он будет ей пойман. То есть тут вот как раз очень интересная такая штука, да? Давайте это читаем, потом будет понятнее, будет понятнее. «Рэ-зэ-мацати-амракуэ-элет, ахат-ли-ахат-ли-мсохиш-бон». Он говорит, смотри, это нашла я для себя. Тут все обращают внимание, что Куэлит, он говорит, здесь в женском роде. Почему? Потому что душа у мужчины, она женского рода. То есть вот это вот на духовном уровне, род, там меняется все. И Куэлит, человек мужского рода, а душа женского рода, даже в русском языке так же. Ахат-ли-ат-хат-ли-мсохиш-бон. Он говорит, идет одно за другое. То есть в этом мире нельзя его рассматривать просто как некий набор правил, потому что на каждое, на каждое действие, на каждую точку, на каждого человека есть отдельный расчет. То есть есть много векторов, духовных законов, которые действуют на каждую точку, на каждый момент. И он говорит, везде нужно делать свой особый расчет. Это мы дальше продолжим. Давайте мы пока вместе чуть-чуть разберемся с этим моментом с женщиной. В Мишле царь Самон говорит прямо противоположную вещь. Он говорит в Мишле. Какую он говорит вещь в Мишле? Он говорит так. Маца иша маца тоф в яфик рацом миашен. Нашел жену, нашел добро, вытащит желание от Бога. И в конце он говорит, эшет халь миемца, кто найдет доблестную жену, цена ее намного выше, чем жемчуга. Муж во всем полагается на нее, не знает недостатка ни в чем. Так тогда непонятно. Чуть-чуть нам непонятно становится. Правильно? То есть, с одной стороны, он говорит о том, что муце ани иша мар ми мавет. То есть, нашел я жену, которая горче, чем смерть. Говорит он в Куэлите. А в Мишле он говорит, что маца иша нашел жену, нашел добро и вытащит через жену рацон миашен. Так что, вот именно в этом и разница. Какую жену ты найдешь? То есть, мужчина очень зависим от женщин. Он зависим от женщин настолько, что он рождается у женщины, и женщина, мать, она его, можно сказать, воспитывает, как с молоком матери. И второе, он потом, когда написано в Торе, отлепится человек от папы и мамы и прилепится к жене. он потом прилепляется на уровне эмоциональном, на уровне своего, то, что называется, древний мозг, да, вот этот вот рептильный мозг, мозг млекопитающего, он прилепляется к жене. И теперь, а какая жена? Теперь вот он говорит, смотри, жена просто так не попадается, что грешник, он илкат, то есть, каждый получает жену, как, как свою вторую половину. Поэтому, если человек, он, и брак нужен, смотрите, тут интересно, брак нужен, одна из целей брака по иудаизму, это исправление своих качеств. То есть, находясь в браке, ты исправляешь свои качества, потому что второй человек очень сильно тебя зеркалит. То есть, тут у тебя есть и хэсет, у тебя есть по отношению к нему обязанности, ты должен к нему проявлять там милосердие, там и так далее. Дальше у тебя есть, то есть, каждая твоя эмоция, она отражается в нем. И тут нам как раз сегодня, мы должны сегодня успеть пройти два урока, чтобы подравняться. Один урок мы пропустили. Сегодня у нас 26-й и 27-й урок в миди про хэппинес, и они прекрасно дополняют то, что мы выучили в Каэлике. Значит, 26-й урок, он не дополняет, 27-й дополняет. Мы должны сегодня 26-й пройти, 27-й, чтобы уравняться. Значит, 26-й урок в книге хэппинес, книге счастья, называется так, enjoy the pursuit. Слово pursuit я никогда не использовал, не знаю, но из того, что дальше написано, значит, понятно, что нужно нам, от чего получать удовольствие, от процесса. Значит, к нему обращаются люди, и один говорит к этому раввину, вот, когда у меня будет успешный бизнес, я буду счастлив, а пока я нервный и напряженный. Другой ему говорит, когда выйду замуж, женюсь, я буду счастлив, но пока я не вижу, как я могу быть счастливым. Третий говорит ему, когда моя книга будет напечатана, тогда я буду очень счастливый, а пока, значит, я в стрессе. Он им, всем этим людям, он говорит, что иметь цели, это важно, до этого мы говорили, что насколько важно иметь цели. Но говорит цели, если человек имеет, и он связывает свое счастье только с окончанием, с достижением цели, он никогда не будет счастлив. А какой здесь иметь салюшн? Почему он никогда не будет счастлив? Давайте разберемся. Вот у человека есть 10 целей. Жениться, открыть бизнес, разбогатеть, купить машину. Допустим, он женился, но бизнеса пока нету, он не разбогател, машину не купил. Что предлагает нам, как салюшн, автор этой книги? Он говорит, салюшн, решение, это enjoy процесс. Ты должен получать удовольствие от процесса. И, а как получать удовольствие от процесса? Значит, он говорит следующую вещь. Ты должен научиться, значит, испытывать позитивные эмоции, пока ты работаешь над своей целью. И тогда у тебя будет огромное количество энергии работать над своими проектами. Значит, а если ты не достигнешь цели, так не проблема, просто поставишь новую. То есть, поменять вот это удовольствие от достижения цели на процесс движения к цели. И приводит он пример. Пришли к нему муж с женой, и жена говорит, я хочу с ним развестись. Почему? Она говорит, муж с женой. И жена говорит, я хочу с ним развестись. Почему? Она говорит, потому что, потому что, когда он занимается каким-то своим проектом на работе, он нервный и напряженный. И он поднимает голос на меня, на детей, он все время в раздражении. И когда он, в конце концов, достигает свою цель, он примерно неделю радуется, иногда две. Но потом он начинает заниматься другим проектом, и опять у нас начинается страшная, тяжелая жизнь. Пошли они к семейному терапевту, и он им говорит, он ему говорит, это же глупо, сколько времени ты работаешь над своими целями, там, ну, 90% времени, сколько ты им радуешься. Немного. Он говорит, поменяет пропорции. То есть, пока у тебя есть работа, ты работаешь. Поменял этот муж. Значит, мой муж, она говорит, он очень логичный, и это очень имело смысл в его голове. И, значит, он, он взял на себя коммитмент, да, обязательство научиться получать удовольствие от процесса, того, что он ставит и достигает цели. И мой хасбен, сильная черта была его характера, что он умел достигать цели. Когда он поставил правильную цель, научиться получать удовольствие от процесса, то тогда он эту цель тоже достиг. И, значит, я помню тот день, говорит эта женщина, когда мой муж сказал мне, it's amazing, how much I'm enjoying, это, говорит, невероятно, насколько я теперь стал получать удовольствие ежедневно. И это было сумасшествие, когда я изводил себя и всю мою семью, потому что я хотел, то есть я связывал свое удовольствие только с конечной точкой, с достижением цели. и 27 урок, значит, мы, чтобы подровнять, следующий будет 28, user-friendly motivation. Он говорит, что каждый из нас, он разговаривает внутри сам с собой. Есть разные, и мы себя мотивируем от того, что надо встать с кровати, надо идти на работу, надо то, надо то, надо сё. Бывают тренера, значит, которые говорят, что вставай, корова, да, там, у нас был, ой, вообще, я же бывший спортсмен, и я помню, у меня первая тренерша, она вообще стояла по плаванию с палкой, била вот так вот по рукам, заставляла доплывать, там, матюкалась, мне пять лет было, я до сих пор, у меня фобия после этого, ненавижу плавать вообще. Но она была жестяк такая, чемпионка Европы, прямо матом наскрыла. Второй у меня был тренер, Шевядин Владимир Антонович, на металлисте в стадионе в Харькове, тоже у меня его вот эти вот, ну, у нас конкретно, значит, у него был такой жесткий способ обучения. Вот, потом у меня были тренера, значит, Огородник Юрий Александрович и отрубяников Рубим Яковлевич, оба уже ушли в лучший мир, они были гений, это были тренера вообще такого уровня, я стал с ними третьим на чемпионате мира среди юниоров, я занял третье место, был мастер спорта международного класса, они были гени, никогда ни грубо не разговаривали, ничего, они наоборот поддерживали, они говорили, какой ты гениальный, какой у тебя талант, как ты можешь улучшиться, то есть, оба они были такие тренера, мотивирующие, и вот он здесь пишет, что создай себе внутри, friendly, он называет это, значит, user-friendly motivation, то есть, говори с собой внутри мягко, поддерживающе, установи себе вот эту вот установку, внутренний голос, у нас внутри у всех есть, это называют в транзактном анализе, такой контролирующий родитель, есть контролирующий родитель, есть поддерживающий родитель, и нужно себе переустановить внутреннюю вот эту настройку, не важно, как вас в детстве воспитывали, важно, как сейчас вы воспитываете себя, поэтому нужно прям приучить себя разговаривать с собой мягко, friendly, дружественно, с любовью, я знаю, ты можешь, красавчик, начните себя каждый раз, когда видите в зеркале, хвалить, комплимент себе, молодец, там, все, учишь Тору, красавчик, присел один раз, молодец, я знаю, ты можешь, не надо себе говорить, ну и что, жирная жопа, так нельзя себе говорить, нужно себе сказать, молодец, прямо, даже то, что ты двигаешься уже, это уже большое достижение, давай-ка, может еще шажок, еще пять минут, еще один пончик скушаем, молодец, все, дорогие друзья, всем удачи, успехов, чтобы Всевышний нам всем помогал, кстати, есть в глубоке такой комментарий, что когда Цайф Самон говорит про женщину, он имеет в виду интеллект, что у каждого человека есть, главная его часть, это душа, а есть интеллект, это как программная обеспечения, и вот этот интеллект, он бывает, женщина, которая, ты наполняешь интеллект, мудростью царя Соломона, там, Ират Шамаем и так далее, а бывает интеллект, который тебе жизнь супортит, да, как жена, так вот нужно свой, кто найдет доблестный интеллект, да, такой, то это как доблестную жену, потому что интеллект к человеку, если человек это душа, то интеллект это самая близкая часть души, то есть это же как женщина, как жена, есть такое объяснение тоже, что когда царь Соломон говорит про жену, он имеет в виду интеллект, и систему мировоззрения, и тогда понятно, что есть женщина, которая жена в Мишле, он несколько раз упоминает, а есть женщина, которая Эшет Хайль, доблестная жена, вот нужно свой интеллект, и свой внутренний голос сделать прекрасной, доблестной женой, все, всем удачи, успехов, с Божьей помощью, чтобы Всевышний в заслугу того, что Маучим Тору восполнил все наши потребности, материальные, духовные, и выполнил всю нашу потребность, значит, мир, чтобы был мир, чтобы закончилась уже война быстрее, чтобы мы могли так же радостно и спокойно, как до войны, общаться друг с другом, и чтобы, ну, как бы никакие плохие люди, которые начинают эти все войны, чтобы они не могли испортить жизни хорошим, добрым людям, потому что, ну, как бы непонятно вообще, зачем миллионы гибнут, а в итоге все равно все помирятся, все войны закончатся миром, и также будут ездить опять без границ, я надеюсь, мы уже почувствовали, что такое, когда Европа, вся там, шинецкое пространство без границ, и все друг друга почему-то не боятся, и никто ничего, все с одними, наоборот, одна валюта, одни деньги, езди себе, кайфуй, живи, работай в любой стране, никто тебе вообще слова не скажет, вот, мне кажется, что эта модель, она рабочая модель, все, всем удачи, успехов, до завтра, наоборот, сухи, удачи, Продолжение следует...